19 февраля в 1878 году американский запретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Это первоначальный вид нашего привычного диктофона. Правда, по внешнему виду тот фонограф скорее напоминал граммофон. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, созданные движущейся иглой. Фольгу размещали на цилиндре, который вращался при воспроизведении звука. Стоил фонограф по тем временам 18 долларов. Первой, что записал этот аппарат, была детская песенка «У мэри был барашек». Стоит отметить, что благодаря изобретению Эдисона, который разослал первые партии фонографов известным современникам, мы сегодня имеем возможность слышать речь великих людей того времени. В этот день в 1921 году вышел первый номер газеты «Труд». В СССР она оставалась одной из самых читаемых печатных изданий. Всесоюзный Центральный Совет решил создать информационные листки для пролетариата, которые стали бы голосом самих рабочих. Материалы газеты раскрывали темы быта и труда коммунистов. В советский период печатались самые востребованные писатели и поэты, такие как Маяковский, Твардовский, Рубцов и другие. «Труд» выходил огромными тиражами. Более того, в конце 80-х издание даже попало в книгу рекордов Гиннеса. 19 февраля 1945 года родился легенда советской эстрады, певец, поэт и композитор Юрий Антонов. Удивительно, но он один из немногих певцов, песни которого не просто любимые, но и популярные до сих пор. На многие его композиции сделаны современные аранжировки, но и в исполнении самого Антонова песни с удовольствием слушают поклонники разного возраста. Критики объясняют такой успех тем, что темы хитов певца вечные. А в 1981 году читатели «Комсомольской правды» назвали Антонова самым популярным исполнителем. Каждая его новая песня сразу же становилась шлягером. 20 лет спустя «Под крышей дома твоего» «Берегите женщин» и другие. «Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей! Поверь мечту, поверь мечту, как доброту людей!» В 1979 году в этот день родился певец Витас, настоящее его имя Виталий Грачев. С первого же дня появления на экраны он шокировал публику пронзительным голосом. Долгое время ходили слухи, хорошо подогретые продюсерам Витаса, что у него есть жабры. И именно благодаря необычным физиологическим особенностям Витас стал обладателем уникального фальцета. Такой пиар придало образу молодого человека еще большей таинственности. После нескольких скандальных ситуаций популярность Витаса в нашей стране немного поубавилась. Зато певца очень любят в Китае. В Шанхае, например, в честь Витаса установили статую.